Не, давай лучше сказку для взрослых. Чего? Сказку для взрослых? Это что такое? Ну, например, как СССР оккупировал Восточную Европу. Процесс советизации Восточной Европы после Второй мировой войны уже давно оброс массой мифов. Многие считают, что Советский Союз, освобождая страны от оккупации, попросту устанавливал в них лояльные себе режимы, опираясь на мощь Красной Армии. И нынешние правительства этих стран частенько обвиняют сталинское руководство в оккупации. Только вот незадача. В одном из предыдущих роликов, ссылка будет на экране и в описании, мы начали рассматривать рождение социалистических режимов в Восточной Европе. И оказалось, что коммунисты в Чехословакии, Югославии, Албании и Болгарии умудрились прийти к власти с помощью выборов. А никакой Красной Армии на тот момент на территории данных государств уже и в помине не было. И по первоначальному плану я хотел завершить разговор о советизации Восточной Европы вторым выпуском. Но начав погружение в материал, я вдруг понял, что выпусков будет не два, а больше. Потому что передо мной встала большая проблема, требующая, ну, подробного анализа. И эта проблема связана с Польшей. Ведь Польша — это единственная страна Восточной Европы, по которой имеются опубликованные документальные доказательства, казалось бы, подтверждающие жесткое вмешательство СССР в установление социалистического режима в этой стране. В том числе доказательства массовых фальсификаций на выборах и референдуме после Второй мировой войны. Правда, когда изучаешь эту тему ближе, начинают возникать, ну, как минимум, вопросы относительно достоверности этих сведений. Короче говоря, о том, как установился социалистический режим в Польше, какую роль в этом сыграл товарищ Сталин, Министерство госбезопасности и прочие силовые ведомства, об этом сегодня и поговорим. Поехали! В Польше исторический фундамент для установления власти коммунистов, к середине 40-х годов прочно ассоциирующихся с Москвой, был, прям, скажем, куда более хрупким, чем в других странах Восточной Европы. Тут можно ввести корни противостояния России и Польше еще из Средневековья, переходя далее к войнам 17-го века, разделам Польши в веке 18-м, можно продолжить историю противостояния пребыванием поляков в составе Российской империи и их борьбой за национальную независимость. Наконец, на памяти многих живших в середине 40-х годов было нападение Польши на Советскую Россию на фоне гражданской войны. И люди тогда помнили, что даже несмотря на переход Красной Армии в контрнаступление, произошла катастрофа под Варшавой и отторжение части Белоруссии и Украины в пользу поляков. Все помнили, что в 20-е и 30-е годы Польша была одним из злейших противников СССР, и советское руководство скорее полагало, что Польша выступит в коалиции с Германией и Италией. Наконец, совсем свежи были воспоминания об исключении Компартии Польши из Коминтерна и введении в сентябре 1939 года советских войск на отторгнутые Польшей во время Советско-Польской войны территории. Ну и да, обиды у части поляков могли быть связаны и с Варшавским восстанием, но об этом чуть позже. Глупо было бы думать, что отношение поляков к СССР и коммунизму на фоне этого всего было повально позитивным, несмотря даже на освобождение страны Красной Армии от гитлеровской оккупации. Тем не менее, многие польские историки и тем более политики ударяются в другую крайность, гипертрофируют уровень непринятия коммунистов в Польше 40-х годов и продвигают, ну, совсем уж не входящие ни в какие рамки версии. Дескать, народ был чуть ли не на 90% против коммунистов, но товарищ Сталин посадил свое правительство в Польше, зачистил оппозицию с помощью террора, приказал сфальсифицировать сначала референдум 1946 года, потом выборы 1947, и таким образом установил марионеточный режим. В подтверждение этой версии приводятся не только свидетельства польского оппозиционера Миколайчика и прочих подобных лиц, но и отчеты, например, старшего советника МГБ при Министерстве общественной безопасности Польши полковника Семена Прохоровича Давыдова и начальника отдела Д при МГБ Арона Моисеевича Палкина. И мы еще будем сегодня к ним обращаться. И, казалось бы, ну все, товарищ Сталин, ты пойман за руку как дешевка. Но не спешите с выводами. Давайте чуть внимательнее всмотримся в ситуацию. Начать стоит, пожалуй, с того, что в ходе Второй мировой войны в Польше, в отличие, например, от Югославии или Албании, сформировалось несколько военно-политических центров силы. Первый центр — это польское правительство в изгнании, которое находилось в Лондоне. Ему подчинялись соединения армии Краевой или Отечественной армии, созданной для партизанской борьбы с немцами и, в случае советского наступления, для борьбы с Красной армией. Отношения между сталинским руководством и польским правительством в изгнании несколько раз претерпевали изменения. Например, летом 41-го было заключено соглашение Сикорского-Майского, закрепившего дружественные отношения между сторонами и даже формирование польских войск в поддержку РККА. Но реальной дружбы не вышло. Лондонское польское правительство вечно кидало претензии советской стороне и пыталось давить на Сталина через Черчилля. В итоге, после вброса немцев о расстреле советской стороной поляков в Катыни, оно разорвало отношения с СССР и пыталось добиться прекращения ленд-лиза. Занятно, но под конец войны правительство в изгнании пытается с помощью армии Краевой провести череду восстаний, дабы освободить хотя бы часть польской территории самостоятельно и закрепиться на ней, имея козыри и не допуская расширения советского влияния. Наиболее масштабным было здесь Варшавское восстание, начатое при подходе советских войск к польской столице, неудачу которого польская сторона возложила опять же на Сталина, мол, вовремя не помог полякам своим наступлением. Да, с одной стороны Красная Армия была в 60 километрах от Варшавы, когда немцы подавляли восстание. И казалось бы, ну что за подлянка? Только вот у Сталина уже был когда-то давным-давно страшный опыт под Варшавой, когда Красная Армия двинулась в наступление, не имея крепкого тыла и достаточных сил и снаряжения. Повторять этот катастрофический опыт Сталин явно не хотел, тем более понимая, что политически восстание направлено против СССР. С помощью армии Краевой правительство в изгнании вообще вело крайне сомнительную двойную игру. Вот какие мысли излагал генерал Тадеуш Бур-Комаровский в конце 1943 года. Мы не можем допустить до восстания, в то время, когда Германия все еще держит Восточный фронт и защищает нас с той стороны. В данном случае ослабление Германии как раз не в наших интересах. Кроме того, я вижу угрозу в лице России. Чем дальше находится русская армия, тем лучше для нас. Из этого вытекает логическое заключение, что мы не можем вызвать восстание против Германии до тех пор, пока она держит русский фронт, а тем самым и русских вдали от нас. Кроме того, мы должны быть подготовлены к тому, чтобы оказать вооруженное сопротивление русским войскам, выступающим на территорию Польши. Нужно отметить и то, что когда в январе 1944 года советские войска входят за границу Польши образца 1939 года, то есть вступают на Западную Украину и Западную Беларусь, польское правительство в изгнании начинает люто протестовать и оказывать дипломатическое противодействие СССР, что по факту играло на руку Гитлеру. В конце концов, поведение лондонского правительства в изгнании достало даже Черчилля, отнюдь не симпатизировавшего коммунистам. Ближе к концу войны он пытался убедить главу правительства Миколайчика и других представителей, чтобы они согласились уже на границу Польши и СССР по линии Керзена и отказались от захватов времен Советско-Польской войны 1920 года. Но Миколайчик и прочие были непреклонны. Более того, гнули пальцы, мол, мы будем вести переговоры с СССР, еще и на условиях, что Союзу не достанется Кёнигсберг. После этого Черчилль и Рузвельт дружно плюнули на несговорчивых подопечных, да и прокатили их на Ялтинской конференции, согласившись на то, что после освобождения от немцев Польшей будет управлять не правительство в изгнании, а немного расширенная Краева Рада Народова, этакий протопарламент, созданный в ходе войны польскими коммунистами и рядом других близких к ним сил. И вот тут мы должны сказать о втором военно-политическом центре в Польше. В январе 1942 года в оккупированной Польше была создана Польская рабочая партия, а следом и Гвардия Людова, то бишь Народная гвардия, которая вела планомерную партизанскую войну против оккупантов и в 1944-м преобразовалась в Армию Людову, то есть Народную армию. Естественно, эта сила активно сотрудничала с советской стороной. Вокруг Польской рабочей партии и ее структур начали собираться и другие силы. В результате на конференции 31 декабря 1943-1 января 1944 года была создана Краева Рада Народова или Государственный Народный Совет. По факту что-то среднее между парламентом и альтернативным правительством, куда вошли представители от Польской рабочей партии, Польской социалистической партии, Демократической партии, Партии труда и Крестьянской партии. Председателем был избран коммунист Болеслав Берут. Рада призывала рабочих Польши к созданию советов и вообще начала разворачивать бурную подпольную деятельность. Самое забавное, что от создания Краевой Рады Народовой бомбануло не только у польского правительства в изгнании, но и у советского руководства в Москве, с которым глава Польской рабочей партии Гомулка вообще ничего не согласовал. Более того, шквал критики последовал от польских коммунистов, находившихся в Москве и организовавших свою движуху. И когда советские войска вступают на территорию Польши, именно из этих людей создается Польский комитет национального освобождения. По факту еще одно правительство. Однако Сталин и его окружение, немножко отбомбив от самовольства Берута, Гомулки и прочих коммунистов, находившихся в Польше, понимают, что в целом Краева Рада Народова штука хорошая и полезная. И договариваются о передаче власти именно ей, как протопарламенту. А из Польского комитета национального освобождения Краева Рада Народова формирует уже временное правительство Польши. И да, вот именно этому учреждению передают управление Польшей при условии включения в него представителей, в том числе от польского правительства в изгнании. В итоге, конечно, все равно получилось, что в правительстве доминировали коммунисты из рабочей партии и их союзники из социалистической партии Польши. Но ситуация осложнялась тем, что армия Краева, хоть и была официально распущена в начале 45-го года, но по факту продолжала существовать, сменившись организацией НЕ. И ее бойцы уже воевали против социалистического правительства Польши и устраивали диверсии в тылу Красной Армии. И подчинялось это все польскому правительству в изгнании. Задачи организации НЕ были следующие. Создание подпольных групп для уничтожения политических противников в стране, подготовка и проведение диверсий, ведение разведки в тылах Советской Армии, ведение пропаганды. И данные формирования будут действовать еще года аж до 52-го, в том числе устраивая диверсии на выборах и референдуме. Поэтому, когда историк и по совместительству заместитель председателя общества «Мемориал» кавалер Ордена Заслуг перед Республикой Польша Никита Петров причитает в своей книге о терроре, учненном органами госбезопасности Польши и частями РККА, он как-то забывает о масштабах деятельности вооруженного польского подполья. Командующий армией Краевой Акулицкий был, конечно, арестован в марте 45-го года. В западной прессе и в дипломатических кругах поднялся вой, хотя к 45-му году руководству армии Краевой уже было, что предъявить со стороны СССР. И Сталин передает Черчиллю вполне закономерный ответ. Так приходится Красной Армии защищать свои части и свой тыл от диверсантов и нарушителей порядка. На фоне этого всего разворачивается противостояние между польской рабочей партией и ее представителями Гомулкой и Берутом. С одной стороны, их массово поддерживал городской пролетариат и представителями оппозиции во главе с Миколайчиком. С другой стороны, за ними массово шло крестьянство, в первую очередь кулачество, ну и вообще буржуазия всех уровней. В таких условиях разворачивается подготовка к проведению референдума. Вопросы на референдум были подготовлены следующие. Первый. Согласны ли вы с ликвидацией Сената? Второй. Желаете ли вы закрепление будущей конституции и хозяйственного построя, введенного земельной реформой и национализацией основных отраслей народного хозяйства с сохранением уставных прав частной инициативы? Третий. Согласны ли вы с закреплением западных границ польского государства на Балтике, Одере и Нейсе-Лужицкой? Коммунисты и их соратники из социалистической партии агитировали за то, чтобы граждане голосовали положительно за все три вопроса. Правые партии сначала призывали голосовать трижды нет, но та же крестьянская партия во главе с Миколайчиком потом переориентировалась и призывала голосовать уже по схеме нет, да, да. Более того, внутри крестьянской партии возник раскол, выдвинулась группа, которая призывала голосовать трижды да. Если верить донесениям советского полковника Давыдова, якобы контролировавшего все эти процессы, раскол был устроен советскими спецслужбами. Короче говоря, в оппозиционном лагере был определенный раскол. Тем не менее, если верить донесениям Давыдова и прибывшего в Польшу начальника отдела Д Министерства госбезопасности СССР Палкина, то референдум все равно пришлось фальсифицировать. Всю операцию описывает донесение МГБ СССР номер 1443 дробь А от 30 августа 1946 года на имя Сталина. Палкин, Давыдов, а заодно Берут и Гамулко якобы организуют группу из 15 чекистов, которые подделывают 5994 протокола подсчета результатов и около 40 тысяч подписей членов участковых комиссий. Это невероятно! Вообще говоря, выглядит зловеще. Но тут же начинают терзать и смутные сомнения. Первый аргумент не то чтобы сильный, но он как бы автоматически возникает в голове. В советских архивах не обнаружено никаких документальных подтверждений массовых фальсификаций референдумов в других странах Восточной и Центральной Европы. То есть, как бы нигде не фальсифицировали, а тут на тебе устроили. Ну ладно, допустим, что в Польше ситуация была действительно необычная, экстраординарная, но исследователь Петров не опубликовал письменные указания никого из высших руководителей страны или МГБ, или какого-то коллективного органа об организации фальсификации выборов. В архивах, ну, подобные документы просто отсутствуют. Получается, что Сталин отдал такое указание устно, отчеты о фальсификациях получал в письменном виде, а МГБ аккуратно складывало экземпляр за экземпляром у себя в архивах. Но даже не это главное. Посудите сами. В окружных избирательных комиссиях референдума из 145 членов 18 состояли в либеральных партиях, в том числе 11 в польской крестьянской партии Миколайчика. В комиссиях низшего звена представителей польской национальной демократии были тысячи. Многие из них занимали должности председателей, заместителей председателя, секретарей и так далее. Но ни один из них после опубликования результатов референдума не заявил о подделке подписанных им протоколов. Ни сразу после выборов, ни впоследствии. Характерно, что на заседании польского правительства 4 июля лидер оппозиции Миколайчик рассказал о фальсификации итогов и сообщил, например, что по трем уездам познанского воеводства 80% отвечали нет на вопросы референдума. Однако никаких доказательств не предъявил. А ведь ему достаточно было предъявить западным дипломатам письменные заявления членов уездных избиркомов от своей партии, чтобы случился международный скандал. Даже после выборов 19 января 1947 года, бежавший на Запад и обратившийся к правительствам Великобритании и США с призывом не признавать итоги голосования, Миколайчик не предоставил никаких документов или свидетелей фальсификации. В связи с этим страны Запада отказали ему и признали результаты выборов. Между тем, повторюсь, согласно предоставленным Петровым донесениям Давыдова, его группа подделала 5994 протокола и 40 тысяч подписей членов избиркомов. Возможно ли подделать подписи 40 тысяч человек, опубликовать подделки на весь мир и не быть пойманным за руку ну хотя бы одним членом избиркома от оппозиции? Любой, кто хоть раз имел дело с механикой работы избиркомов, знает, что ну как бы так нельзя. Обязательно найдется хоть несколько человек, которые поднимут крик о подделке их подписей и протоколов. Пусть этот шум не приведет к изменению итогов, но оппозиция неизбежно использует его для пропаганды. Более того, в 2000 году польский историк Чеслов Осиковский опубликовал книгу о референдуме 1946 года, в которой привел данные из обнаруженных им в польских госархивах подлинных протоколов референдума в Малопольском воеводстве «Центр Краков». Из материалов, опубликованных Осиковским, следует, что на первый вопрос о ликвидации Сената «за» по призыву коммунистов в Малопольше голосовали 26,9%, а не 73,1%, как опубликовано в официальных результатах. А полковник Давыдов, согласно документам, открытым Петровым, доказывал Сталину, что нигде в Польше за ликвидацию Сената не голосовало более 15% избирателей. Кроме того, план операции предполагал полное уничтожение настоящих протокол. Выходит, что Давыдов врал Сталину и преуменьшал успехи польских коммунистов, а также спрятал в Польше настоящие протоколы? «Расстрелять!» Ясно, что как минимум один из документальных комплексов должен быть фальшивкой, если не оба. Петров в своей книге о работе Осиковского не распространяется и его данные не комментирует. Отсутствует в книге и анализ отчета Польского Министерства общественной безопасности о выборах в Познане, из которого следует, что по первому вопросу за голосовали 38%. Молчит Петров и о документах из архива тогдашнего главы польского государства Болеслава Берута, дающих цифру голосования «за» по первому вопросу в 30%. Кстати, как мы видим, комплексный обзор источников скорее свидетельствует, что результаты референдума действительно были сфальсифицированы, но одновременно ставит под сомнение и достоверность донесений Давыдова и Палкина. Отдельного упоминания заслуживает информация из донесений Давыдова о контроле за иностранными наблюдателями. Согласно ей, всех зарубежных наблюдателей вот настолько плотно опекали сотрудники МОП, настолько успешно подсовывали им в собеседники исключительно своих агентов, что тем не удалось получить компромат о выборах ни от кого, кроме Миколайчика. Но чтобы проверить данную информацию, начальству Давыдова достаточно было заглянуть в какую-нибудь американскую или западноевропейскую прессу, опубликовавшую многочисленные интервью с обычными поляками, с обычными избирателями о нарушениях на выборах. Снова Давыдов соврал, а начальство его во лжи не упрекнуло? Кроме того, комплекс документов Давыдова-Палкина противоречит комплексу донесений посла в Польше Лебедева, хранящемуся в архиве президента РФ. 2 июля 1946 года Лебедев направил Сталину информацию о плачевных для коммунистов итогах референдума и о том, что польское правительство решило эти итоги подделать. Согласно комплексу документов Давыдова-Палкина, сотрудники МГБ в этот момент уже находились в Польше и по приказу Сталина вовсю подделывали протоколы. В донесении Лебедев назвал полученные от ЦК ППР реальные результаты. Согласно сведениям Лебедева, на первый вопрос «да» ответили не менее 35% голосовавших. В отчетах Давыдова сообщается совершенно другая цифра 15%. Лебедев сообщает, что решение о фальсификации результатов референдума приняли совместно руководители ППР, то есть Польской рабочей партии, и ППС, то есть Польской социалистической партии. А Давыдов утверждает, что только высшие руководители ППР и спецагенты Министерства общественной безопасности были допущены к информации о фальсификации итогов голосования. Более того, доклад Лебедева говорит о том, что польское руководство решило сфальсифицировать референдум самолично, не поставив советское руководство в известность. Короче говоря, если суммировать различные данные, то действительно велика вероятность того, что результаты референдума в Польше были таки подделаны. Но беспокоит слишком большой разброс в цифрах, и уж вряд ли по первому вопросу о ликвидации Сената запроголосовали менее 15%, учитывая популярность Компартии. И если даже фальсификации реально имели место, то все же под большим вопросом здесь участие советского руководства. Если верить послу в Польше Лебедеву, то инициатором фальсификации выступил Берут, который даже не уведомил об этом Сталина. На замечание сообщал посол, что товарищ Сталин должен знать правду. Берут сказал, что он хотел все сам сказать товарищу Сталину, чтобы даже по дипломатическим каналам не прошли реальные цифры. То есть имеется вероятность того, что референдум был сфальсифицирован без ведома Сталина, а переигрывать было уже вроде как и поздно. Но даже в этом случае остаются вопросы. Почему оппозиционные члены избирательных комиссий не придали огласке реальную информацию? Каковы реальные масштабы фальсификации? Какие из донесений реальны, а какие являются подделанными? В общем, история польского референдума 1946 года подготовила немалый простор для работы источниковедов. И, надеюсь, когда-нибудь обозначенные вопросы будут все-таки разрешены. В общем-то, как и вопросы, связанные с выборами 1947 года. Обстановка накануне выборов была напряженной. С одной стороны, оппозицию несколько деморализовали итоги референдума, а с другой и в правящей коалиции коммунистов и социалистов наметилось брожение, которое пришлось в какой-то момент разруливать лично Сталину на очной встрече. Плюс ко всему осложнилась и международная ситуация. Если в 1944-1945 годах западные державы шли на уступки СССР по польскому вопросу, то сейчас использовалась любая мелочь, чтобы сделать выпад в сторону коммунистов. Наш любимый следователь Петров снова ссылается на донесения Палкина, переданное Сталину и описывающая план грядущих фальсификаций на выборах. В донесении на основании докладной записки Палкина перечисляется комплекс специальных мер по фальсификации выборов членами польской рабочей партии, а именно подмена урн, вбросы и, внимание, изготовление в ряде комиссий, в которых не было доверенных лиц от партии Миколайчика, двух экземпляров протоколов, причем один из которых не имел цифр. Цифры в протоколе отсутствовали, чтобы потом их вписала тройка ППР. Таким образом, один документ в комплексе противоречит другому. То есть, летом 46-го года сталинские чекисты вот просто на раз-два подделали 40 тысяч подписей, включая несколько тысяч оппозиционных, и при этом ни один член комиссии не пикнул. А зимой 47-го года они уже боятся членов избиркомов от партии Миколайчика. Почти на 100% тех же самых людей, названных в докладе Давыдова агентурой, которые не смели пикнуть летом 46-го года. Этот страх перед партией Миколайчика выглядит особенно комично на фоне перечисленных на основе доклада Давыдова в донесении Абакумова номер 2001А от 14 февраля 47-го года массовых репрессий против членов этой партии. С 1 октября 46-го года по 19 января 47-го года закрыли 25 уездных комитетов крестьянской партии, а всего перед выборами прекратили работу 43-х уездных комитетов. За период с октября 46-го года по 19 января 47-го года арестовали 1756 членов крестьянской партии, не считая массовых профилактических арестов за последние две недели перед выборами. И все равно боялись собственных агентов. Или вот еще информация. В донесении от 30 января 47-го года Абакумов сообщает, что по информации Палкина за контролируемый польской рабочей партией демократический блок реально подано около 50% голосов, а подделали до 80. Если верить данным Давыдова по подлинным результатам референдума 46-го года, то есть 15% за демблок, получается, что за полгода поддержка просоветских партий выросла более чем в три раза, и они и так могли получить большинство в парламенте. Но что, чекисты в результате просто не удержались и из любви к искусству подтасовали результаты? В общем, и с выборами в Польше какая-то чертовщина. То есть даже по данным, якобы изобличающим польских коммунистов, выходит, что они получили половину голосов на выборах, а в городах вообще подавляющее большинство голосов. И да, немного информации для тех, кто сокрушается, мол, коммунисты устроили в Польше террор, несправедливые посадки на фоне референдума и выборов. Реорганизованная армия Краева, движения «НЕ», взаимодействующие с оппозицией, не дремали. Только за последние 20 дней июня 1946 года зафиксировано 12 вооруженных нападений на комиссии и участки голосования. Убито 13 человек, из них 7 членов комиссии и 6 солдат. Похищено 2 человека, избито 5 человек. Только в Радощадском уезде с 27 мая по 10 июня убито 14 членов ППР. В городке Озерков Лодзинского воеводства убит вице-бургомистр, член ППР. В одной деревне двух членов ППР расстреляли прямо на празднике перед односельчанами. Отмечено 3 случая ограбления и угроз членам комиссии, 2 случая срыва плакатов демократического блока, случай нападения на отделение милиции и войсковые части. Действительно, с чего бы властям проводить зачистки, массовые спецоперации? Ну, как бы, нормально же все было. Резюмирую вышеизложенное. Польша действительно являлась самой проблемной для коммунистов зоной Восточной Европы. Во время Второй мировой войны здесь сформировалось два полюса силы. С одной стороны, антисоветское правительство в изгнании и подконтрольная ему армия Краева, а с другой, просоветская Краева Рада Народова и подконтрольная ей армия Людова. Краева Рада Народова пришла к власти не на штыках Красной Армии, а вполне легитимная из санкции всех главных участников антигитлеровской коалиции. В 45-47 годах сохранялось крайне напряженное противостояние во власти, причем оппозицию поддерживали вооруженные отряды недораспущенной армии Краевой, провоцируя ответные меры со стороны властей. Есть высокая вероятность фальсификации результатов референдума 1946 года в пользу коммунистов. Но, во-первых, источники дико разнятся между собой, и те же донесения Давыдова и Палкина могут быть полностью или частично сфальсифицированными. А во-вторых, если исходить из донесения советского посла в Польше, Сталин не то что не руководил подтасовками, но и не знал о них. Еще более странная ситуация с выборами 1947 года, в которых даже по материалам исследователей вроде мемориальца Никиты Петрова коммунисты и социалисты и так набрали 50% голосов. В любом случае польская рабочая и польская социалистическая партии однозначно пользовались поддержкой подавляющего большинства городского населения, в частности рабочих. Так что да, можно и нужно считать ситуацию с приходом коммунистов к власти в Польше самой спорной в Восточной Европе. Но даже тут нельзя отрицать силу позиций социалистического правительства. И уж тем более, называть установление соцрежима в Польше оккупацией со стороны СССР, это значит, ну попросту игнорировать реальную ситуацию в 44-47 годах. И, конечно же, я бы с радостью ознакомился с источниковедческой критикой посланий товарищей Давыдова и Палкина. Уж больно они какие-то подозрительные. Хотя я понимаю, что широкой публике такие изыскания не важны, ведь всегда проще представить Сталина оккупантом или святым, чем разбираться в этом во всем. А с вами же был канал Вестник Буря. Как всегда, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео, мыслите критически и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok